Это помощь на пути к лучшему. Достаточно долго мы это все... Мы протащили это через все коммуникации, к сожалению, не могу сейчас показать как. Условно говоря, есть такая вот исходная позиция бренда. Конечно, это лидерская позиция. Конечно, это фокус на преимущество решения проблем. И мы получили сейчас такие вещи, когда мы стали более, наверное, современным трендом. Но это не так важно по сравнению с тем, что мы совершенно по-другому разговариваем с клиентами. Мы говорим, накладно быть Дедом Морозом, пусть хлопы-то будут приятные. Или если это быстрокарта как продукт, который активируется по телефону, начисляется по телефону деньги, тебе достаточно снять только в банкомате, то деньги у вас уже в кармане. Совершенно другая история по сравнению с тем, что было до того. Понятно, что мы рядом, когда вам нужны деньги. Понятно, что мы вам всегда дадим. Но черт детали, когда мы понимаем, в какой тональности, в каком характере, мы обращаемся теперь и сейчас к клиенту. Мы сделали целую концепцию системы копирайтинга. Там порядка 20 лайнов. Там описанная стилистика, да? Спасибо. Скажите, пожалуйста, целевая группа потребителей поменялась после олимпроизма? Нет. Она не может поменяться. Я сказал, что целевая группа достаточно сегментированная. Они имеют не сегмент целый, а вот есть этот сегмент. Понятно, что в такие организации идет определенный сегмент потребителей, которые... А как она может поменяться? Можно уточнить еще вопрос? Как она может поменяться? Как-то их разбивали по вот этому сегменту? Да нет, конечно. Компанию нужно выдать как можно больше займов. Добавилась ли она? Да. Вот это вопрос. А вот смотрите, сейчас зайдите на сайт, значит, запустили с нашим дизайном тоже новый продукт, новый сайт, invest.castradenek.ru Это как раз продукт, вот Денис спрашивал, для инвесторов. Вот. Там как раз нашли эти решения визуальные. Но важно то, что да, новые аудитории появляются, но аудитория не имеется. Николай, по-моему, не мог бы заметить, что реклама у нас стратегии, когда она подбирается по качеству исполнения в банку. То есть это на что рассчитывать? То есть это поднятие? Вообще, вообще, очень, очень, прямо такой вопрос, но не в бровь, а в глаз. И то, с чем мы, как бы, выходили к нашему клиенту, и это были дебаты, потому что мы говорили, ребят, ну, вы же не банки, вы же не боитесь, так сказать. Ответ, один из ответов. Как всегда, когда есть, так сказать, истина, ответов, может быть, несколько, они все будут в точку. Значит, один из ответов. Если компания, и прямо-то говорит, что мы профессионалы, да, и очень готовы четко отреагировать на ваши потребности, ну, как комплекс, но при этом мы хотим, чтобы вы были тоже, когда им ответственны, мы хотим, чтобы вы были тоже ответственны, вернули нам кредит. И если человек приходит в зеленый урок, а там сидит, а как вы видели, это, кстати, зачастую, сидят девушки, которые такие полусонные, да, вот, и иногда говорят нам, ну, это как, тестили, да, как, так сказать, состоится на покупательную, так сказать, да, мы говорили, можно там 20 тысяч взять, я вам сказал 16, не поняли? И тогда у меня такое ощущение, какие-то непонятные люди, как вот с ними, да, а здесь мы говорим, ребят, мы вам, перед вами несем ответственность, но и вы нам кредит верните, поэтому это больше банк, это больше банк, хотя, пограничная ситуация, а? Пограничная ситуация. ЦБ, ЦБ, ЦБ там регулирует, там закон, ты не представляешь, какой там закон, какая там норма закона, там ЦБ просто сидит там на шее, вы что? там все гибнут, все гибнут, все гибнут под этим регулированием. Может, последний вопрос, только короткий ответ, потому что у нас, Андрей, я положу вопроса, потому что у нас тоже сейчас идет ребрендинг, да? А вы кто, извините, представьте себе, пожалуйста. У кого ребрендинг? КМФО у меня, микрофинансовая компания, Сбекфонд. Сколько у вас это заняло? Вся аналитика по рынку там, опросы вы, наверное, не ходили? Ну, я говорил, уже год заняло, еще долго закончили, потому что, когда спускаешься до телевидения, там нужно сделать регламенты. Это с визуальной? Да, конечно, и не только с визуальной, но и с вербальной. Долго. А вы знаете, если вам скажут, что сделают за три месяца, или за два месяца, ну, ну, не верьте, потому что... Я не верю. Не верю. Могут, могут. Спасибо, коллеги, большое. Давайте в Куаро перенесемся, потому что я... Кулексей, да, кулексей. Да, и куле очень-очень трепетно, очень. Спасибо. Коллеги, у нас еще два поддачки, осталось, спасибо вам, да. Алексей Терегородцев, компания RealPro, я попрошу, в том, потом, на сборе тоже. Спасибо, если можно, мне эту штуку, которая славит. Да, это вот. Добрый день, коллеги. Ну, интересная тема, много хороших вопросов, и, кстати, насчет вашего вопроса, могу сразу ответ дать. Если Николай поменял вот эту бывшую микрокредитную организацию, мне кажется, это единственное какое-то вменяемое сообщение было среди всех банков и всех финансовых структур взаимовой зарплаты абсолютно понятное, абсолютно четко попадающее в целевую аудиторию, раз и не сменили на нечто мутное, непонятное, куда там, на пути, куда-то к счастью, живи на яркой стороне, вы можете спокойно сейчас взять эту стратегию взаимовой зарплаты и начинать, не дожидаясь года, и спокойно эту тему эксплуатировать. Алексей, тем более, что все остальные в годы как раз взаимовой зарплаты. Вообще, на самом деле, это правильно. Финансовый рынок нуждается, вообще, конечно, в стратегиях, потому что у нас, ну, другое дело, в каких брендинговых стратегиях, в каких маркетинговых стратегиях он нуждается, потому что мы видим, и сегодняшний эксперимент показал, что наши коллеги, которые изучали, снимали, там, ключевые сообщения с разных банков, ну, да, взяли, там, топ-10, посмотрели, все очень круто, а все сообщения непонятны, они непонятны для кого, ну, то есть, про что это, это про что там, ну, живи лучше, непонятно. Соответственно, я бы хотел сказать, пару слов о компании, то есть, проездная компания RealPro 18 лет, и мы проходили такой очень сложный путь, и на какой-то момент я понял, что вот то, что мы делали до того-то, всякие креативные фишки, всякие крутые дизайны, все, все эта штука, она работает только лишь тогда, когда работает хорошая бизнес-модель, то есть, когда есть четкое понимание, что и для кого мы делаем, когда есть четкое понимание, откуда что берется, и какая польза непосредственно для меня, потому что ни в одном из, у меня на сегодняшний день, там, не прямо сейчас, наверное, 5 кредитных и там, дебетовых карт от разных банков, но нет ни одного банка, который бы сказал, да, вот это мой банк, и этот банк меня удовлетворяет по всеми позициям. Нет такой истории, поэтому мы пришли к тому, что все-таки главное в брендинге это, собственно говоря, непосредственно сам продукт и ключевые сообщения, которые этот продукт может генерировать. Ну, естественно, у нас есть технологии, потому что без технологии сейчас ничего, мир меняется, мир становится немножко другим. И я должен сказать, что, ну, кто занимается маркетингом давно, помнит хорошие докризисные времена, когда клиенты стояли в очередь, когда можно было, в общем-то, продать любой абсолютно продукт, достаточно было его как-то назвать, как-то сделать логотип, как-то сделать дизайн, выпаковать, сделать некие рекламные объявления, и очередь из клиентов у вас уже просто совершенно обеспечена точной. Сегодня ситуация немножко другая. То есть, на рынке кризис, страна находится в осаде, предприниматели не могут воспользоваться кредитами, потому что ставки зашкалили. Собственно, народ становится менее платежеспособным, то есть, картина такая, не очень-то радостная. И это все, что называется кризисом. Самое главное, что этот кризис непонятный, потому что этот кризис непонятный, когда закончится. закончится вообще. Иногда кажется, ну, что вообще делать, надо ли вообще что-то делать в этой ситуации. Но с другой стороны, смотрим опять же на запад и понимаем, что если такая компания интербренд, которая все время что-то замеряет, мы видим, что стоимость бренда, стоимость услуг или продукта, ну, в разных отраслях она по-разному. Вот в финансовом рынке она 25%, в аптечном бизнесе это 5%, да, и в продуктах питания, там, или в аксер-сегменте это больше 60%. Это то, что мы с вами переплачиваем за какие-то выгоды, которые нам обещают, то есть это то, что для нас кажется выгодным, и мы готовы за это платить. Это что за отношения 75%, 25%, 95%? Это стоимости общей услуги или продукта 25% в финансовом это вы платите за бренд, можете заплатить за бренд или стоимость продуктов питания, да, 60%, а 40% это вы платите непосредственно за сам продукт. Ну, то есть вы можете купить яблоко за 100 рублей, можете купить яблоко за 160, за 160 это будет некий бренд, который почему-то вам кажется более качественным, более, или более близким. А там где 65% и 25%, куда здесь еще? Еще 10%. Вопрос к интервенту. Смотрите, ну, вот эта составляющая стоимости, то есть это та добавочная стоимость, по сути, вот что такое бренд, это вот та добавочная стоимость, которую мы с вами готовы доплатить, чем за обычный продукт, за какой-то важный продукт. Из чего все это складывается? Из чего складывается 25%? Ну, мы уже говорили о том, что дизайн вот на сегодняшний день не является той ценностью, за которую потребитель готов заплатить. И первое, что, на мой взгляд, очень важно, это то, что находится непосредственно в самом продукте, почему он уникальный, почему мы что-то покупаем и как сделать такое предложение, от которого потребитель не сможет отказаться. И вот эта уникальная история, мы ее посмотрим на примерах компаний, мне кажется, это самая главная штука во всех брендинговых атрибутах. Но, естественно, дизайн все-таки помогает как-то выделить продукт, сделать его индивидуальным. Мы понимаем, что фокусировка в коммуникациях позволяет нам делать более точные сообщения, коммуникации должны быть последовательные и в коммуникациях очень важно иметь доказательства. Мы не можем выйти на рынок и сказать, что, ну, вы знаете, да, у нас тут летающая корова, но ее нужно предъявить, то есть мы должны ее предъявлять, мы должны доказывать свои вещи. И интерактивность, это то, что, по сути, превращается в лояльность на сегодняшний день и многие компании в это мерят и двигаются в этом направлении. Где же искать, собственно говоря, прорывы? прорывы ищутся не в космосе и не в Луне, они ищутся среди наших потребителей. Ну, потому что 80% компаний считают, что они все делают хорошо. Но только 8% потребителей в это верят. И если мы хотим найти какие-то источники для роста в своем бизнесе, то мы, прежде всего, должны смотреть на наших потребителей. Мы должны смотреть на то, кто они сегодня, кем они становятся дальше. Ну, вот хороший пример начала 20-го века. Это другой пример. Мы просто понимаем, что потребитель меняется. То есть мы понимаем, что картина не остается ежедневно одной и той же. То есть люди меняются, меняются ситуации, меняются потребности и к вопросу клиентно-ориентированности. Вот цитата руководителя Ассоциации Российских Банков. Люди там цитируют, все понятно, что банки без чего-то мешаются, не могут ужесточить свою политику в отношении клиентов, особенно заемщиков. Вот когда мы на фоне клиентно-ориентированных рекламных сообщений видим такие вещи, мы понимаем, что у нас с вами есть два пути получить два типа разных клиентов. Вот это вот один тип такой, то есть это лояльные, послушные, спокойные и которые нам доверяют, ну, либо обратный тип. Сегодня уже говорили о том, что в общем-то к банкам существует и вообще к финансовым учреждениям существуют негативные отношения в обществе и чем более крестнее ситуация, тем более кризисно все это проявляется. Вот есть кто-нибудь, кто не в топ 10 банков работает? Есть. Вот посмотрите, если взять, собственно говоря, даже если остальные брать банки, что общего между большинством банков в России и других финансовых учреждений? У них общий маркетинг, собственно говоря, у них общие маркетинговые сообщения. Если вы зайдете на любой банк, вы увидите сервисное позиционирование вот этого. То есть это все банки говорят нам об одном и том же. У нас единственная только микрокредитная организация, которая выдавала деньги на зарплату, говорит более точные, более качественные вещи. Вот это проблема. потому что есть боязнь и опасность того, что мы хотим захватить весь рынок, не потерять никого и при этом потеряем всех. Это кричевое сообщение в наших финансовых организациях как раз направлено на всех. То есть получить все для всех это нереальная история. Собственно говоря, мы посмотрели трактику зарубежную, а не российскую, потому что почему-то это больше все-таки водошевляет. И инжидирект, банк, который построили в 2000-м году, за пять лет он набрал в США 3,5 миллиона клиентов. они быстро собрали портфель в 40 миллиардов долларов битозитный. Это сделано за пять лет в Америке в условиях жесточайшей конкуренции среди финансовых учреждений. Что они сделали? Они взяли традиционные бизнес-модели и вместо «да» поставили «нет». Это, конечно, очень просто сейчас говорят, но тем не менее при анализе рынка и потребителя то есть все, что делали традиционные банки, они все это сделали наоборот. В общем-то обычная аналогичная история «Коммерсбанк». Мой руководитель решил сделать из такую очень мультисервисную историю, чтобы банк был доступен всегда, для всех и в любое время. Надо сказать, что это 70-е годы и банк начал работать в 7-30. Было огромное количество офисов. Та же самая история. Тифичный бизнес-модель является на другую. То есть вместо «да» мы ставим «нет», вместо «нет» ставим «да». Это можно ставить наоборот? Это они вот так сделали? Или наоборот? Это наоборот. Они поставили везде деньги? Да, обслуживали только в рабочие дни. Наш банк говорит, нет, мы будем обслуживать не только в рабочие дни, то есть мы будем работать в субботу, в воскресенье. Ну и так далее. Ну и тоже довольно-таки старый банк. И опять же задача учредителя была сделать такой финансовый институт с идеологией финансового супермаркета. Максимальное количество услуг, в отличие от самого первого инженерия банка, в котором не было выбора вообще в принципе. У вас есть один вариант депозита, у вас есть один вариант еще чего-то. То есть у вас один продукт и никаких вариантов выбора. Тоже самое бизнес-мобиль. Ну, собственно говоря, часть империи вержин тоже фокусируется на простоте понятности и прозрачности. Если кто-то видел рекламные ролики этого банка, вы видели как пенсионеры занимаются любовью. Потому что это банк. Вот хороший немецкий банк. Это такой тренд уже банк без банка. То есть это то, что у нас делает Олег Тинькоев. Вот. Да, это Файдер Банк. Уникальность в том, что, собственно говоря, клиенты банка знают друг друга. Это такая огромная социальная сеть. Причем банк позволяет на страницах своего портала людям занимать друг у друга деньгами, на банк. То есть они не боятся того, что клиенты банка будут занимать деньги друг у друга. Такая хорошая история. И более того, они не боятся того, что они, на главной странице своего сайта вывешивают фотографии из митингов по Кэпидуэлл-стрит. Если кто знает, это движение, которое против банкиров, против финансистов. То есть банк не боится этого, они очень активно поддерживают своих клиентов. Новые технологии. Ну, еще раз хочу сказать, так как времени мало, то есть мы говорим о том, что мы фокусируемся на информат, на коммуникациях, и брендинг без коммуникации это бессмысленная история. Надо так сказать, что огромное количество коммуникаций уходит в социальные сети, и если какое-то время назад все, что нам говорили, мы не могли проверить, нам говорят, что вот это хорошо, а вот это плохо. Мы могли с этим соглашаться или не соглашаться. Сегодня с помощью интернета мы проверили любое ключевое сообщение, любое обещание, и мы говорим, что ну, посмотрите, сколько людей сейчас ищут источник информации не в традиционных телеканалах, они ищут это в соцсетях. И скрыть какие-то вещи очень сложно. Если вы помните, была такая история, по-новому в Омске, когда сотрудник какой-то компании, с ароварной компанией устроили там они пикник у себя, значит, и выложили фотографию там ВКонтакте. То есть единственная фотография, которая в итоге убила весь бизнес потом. То есть люди развлеклись, то есть но через социальные сети это стало востоянием общественности. Итак, что такое сильный вариант, как заработать на 25% больше, чем все остальные, это создать уникальную позицию и нужно выбрать. И нужно понять, что брендинг это то, за что люди платят именно своими деньгами. Это не веселые картинки, это то, чего трудно отказаться. И вот это самое главное работа в маркетинге найти вот эти неизбежные позиции компаний, сильные стороны, которые будут выгодны для потребителя. И потребительская отбава проголосует за вас рулем. Ну, надо сказать, что даже в Англии 50% недовольны своим сблигательным банком и 38% недовольны своими карточными счетами. Поэтому идеальных банков не существует, но тем не менее стратегии, по которым можно двигаться, они достаточно непонятны. То есть ищите, создавайте уникальность и создавайте ценность для потребителя, создавайте дизайнерские решения, которые вас будут ну, как-то выделять и делать вас индивидуальными, фокусируйтесь на коммуникациях и будьте последовательны, естественно, навлекайте клиентов в ваш бренд. Ну, основные результаты работают очень простые. Если у кого-то два фраза, пишите, звоните, вы всегда на связи. Спасибо. Вам просто коллеги будут? Сейчас вопрос выберут еще к спикеру. Коллеги, у нас осталось последнее выступление и оно мое. Сейчас я себе запущу презентацию. У меня 10 слайдов, поэтому очень скоро мы закончим. организаторы, когда мы готовили эту секцию, они нам прислали письмо, письмо вот так вот, хорошо? Они прислали письмо и сказали говорить жестко по теме, никакой воды. Поэтому еще минуточку вашего внимания на экран. У меня с недавних пор огромная проблема с тем, что мы с вами все говорим о диджитал банкинге, а мы уже стали заложниками устройств. у нас очень сильно рассредотачивается внимание, на самом деле это очень вредно, потому что мы считаем, что в ближайшие 15 минут в наших социальных сетях или в мессенджер произойдет что-то очень важное в нашей жизни. Мы постоянно серфим, серфим, и презентующие и зал они как-то теряют единую.